Взрыв олимпийской энергии. Как алматинский лёд пылал под звёздами фигурного катания. Всё, что осталось от Арни. В Берлине прошла европейская премьера Терминатора. Ярче не бывает. В Милане показали брутальную мужскую моду. Пора расширяться. Галамжан Молдоназар презентовал свою группу. Косметика, не убегай. Всё о летнем макияже и прическах. Всем привет! Милан по самые уши окунулся в моду. Здесь прошли показы мужской одежды, которую будет модно носить летом 2016 года. Весёлые расцветки, нежные ткани, забавные принты. Что и говорит, мечта сильного пола. В эти дни в модной столице Италии воздух не просто пропитан пафосом. Он разъедает глаза от огромного количества фэшн-лиц. Сюда приезжает со всех концов света не только на чужую одежду посмотреть, но и себя показать. Самым мужественным на неделе можно назвать показ Эмпорио Армани. Серый, чёрный и белый цвета. Брюки укороченные, широкие и поуже. Строгие рубашки. Дизайнер предпочёл оставить сильный пол при его интересах. На шоу Версачи на модели уже надели подобие туник. Издалека это походило на юбку, надетую поверх шортов или брюк. Платки, повязанные на голову, спортивные куртки, летнее пальто и самый писк с сандалией с носками. Вот, собственно, всё, чем удивила марка гостей показа. А вот дуэт Дольче и Габбана решили. Весна так весна. Яркие краски, множество принтов, шёлк. От обилия цветов и рисунков на подиуме рябило глаза. На собеседование в банк так, конечно, не пойдёшь. А вот для пати на открытом воздухе идеальный вариант. Показ Марни, наверное, заставился дрогнуться бывших ботанов. Как вот этого мужчину, например. Образы на подиуме располагали именно к таким ассоциациям. Да и вид у моделей был такой измождённый, как будто они всю ночь готовились к зачёту. Но это в лучшем случае, конечно. Долго не думая, в платье и лосины своих моделей одела знаменитая бунтарка Вивьен Вествуд и добавила к ним босоножки с цветами. Ну а для стеснительных дизайнер шила брючные костюмы. В общем, есть желание пошалить, вот вам шортики и бодики провокационного вида. Нет, найдётся одежда поскромнее. Пока большая часть сильных мира сего погружена в моду, «Мать драконов», «Железной Арни» и «Великий Гетсби» зажигают на красной дорожке. В Берлине состоялась европейская премьера «Терминатора». На входе всех встречала железяка весьма печального вида. Гостей сразу успокаивали. Это не то, что осталось от Шварценеггера после съёмок. Между прочим, ни один актёр в процессе не пострадал. Хотя кто его знает? Например, Эмилия Кларк буквально за день до премьеры гуляла по Лондону на костылях. Поговаривают, что звезда «Игры престолов» повредила ногу во время съёмок. Хотя другие утверждают, что та актриса вживается в новую роль. Что бы ни случилось на красной дорожке в честь презентации «Терминатора» Генезис, Эмилия Кларк была жива и невредима. Впрочем, как и остальные герои вечера. Вы знаете, иногда на съёмках было больно. Долгие часы, дубли, последствия после каскадёрских трюков, ответственность за роль. Джон Коннор не простой герой. Он сердце и душа всего происходящего. Мы создали машину, а машина разрушит нас. Самые внимательные уже успели посмеяться, что актёров как будто специально подбирали по фамилии. Эмилия Кларк и Джейсон Кларк не имеют никаких родственных связей. А вот в фильме сыграли мать и сына Сару и Джона Коннор. Больше всех светился от счастья, конечно же, сам Арни. Он как-то ненароком намекнул, что лучше него «Терминатора» не найти. Ну что ж, первый уикенд кассовых сборов покажет. «Салем Алматы» – эта фраза в выходные звучала буквально отовсюду. Так назвал своё ежегодное ледовое шоу Денис Тен. Пока любители фигурного катания наблюдали за невероятными номерами, казахстанские артисты делали для себя выводы. Есть чему поучиться у нашего спортсмена. Два дня Алматинский дворец спорта был набит до отказа. Чтобы увидеть собственными глазами, чем же Денис удивит в этот раз, поклонники приехали из Японии, Китая, Южной Кореи. А посмотреть действительно было на что. Лёд пылал больше от эмоций. Замиранием сердца зрители смотрели на олимпийских чемпионов. Татьяну Волосожар и Максима Транькова. Рукоплескали чемпионки Франции Марии Пьер Лерай. Практически не дышали во время выступления серебряного призёра Олимпийских игр Стефана Ламбьеля. Сам же Денис, разрываясь между закулисьем и сценой, в очередной раз порадовал всех зрителей. Фигурист исполнил свой номер под аккомпанемент этнофольклорной группы «Туран». Симфонические оркестры, яркие номера сделали своё дело. Серьёзный подход к делу отметили и казахстанские артисты. Это замечательная организация. То есть свет, звук и общая атмосфера в зале, они гармоничны. Иногда вот бывает у нас на выступлениях не всё соответствует, но сегодня всё как нужно. Всё сделано очень круто, всё сделано очень на уровне. А вот как раз заканчивали первую часть шоу живьём, это вообще супер. Уже после нескольких часов шоу Денис признается, он доволен результатом. Учитывая сложность организации, фигуристы были разбросаны по разным странам, радость вообще двойная. На причине долгого времени я был всегда на связи с нашими главными креативными людьми. То есть это, в первую очередь, режиссёр-постановщик, наш музыкальный композитор. Да, мы постоянно касательно самих вот этих постановок, которые вы видели, мы всё время работали дистанционно. Уже тут буквально за три дня мы сумели сформировать эту прекрасную программу. Разве это не здорово, что в Казахстан приезжают с самых разных стран мира специально ради шоу? Я думаю, вот это и даёт мне стимул работать дальше. Сразу после выступлений мировые спортсмены отправились в гостиницу. Сегодня их ждут семинары для юных казахстанских фигуристов. Дана Рожуманова, Даулет Атабаев, Новости Ревью. Создать группу и назвать её своей фамилией? А почему бы и нет, решил Галымжан Молдоназар. Тем более, что за короткий период артисту удалось сделать из своих паспортных данных настоящий бренд. Вот только не будет ли тесно казахстанскому хипстеру в коллективе? На днях артист приехал из Нью-Йорка, где по приглашению американской группы Break of Reality выступил со своими песнями. Говорит, приняли очень диплом. Вообще я ехал туда только по работе, исполнить свои песни на американской сцене. Позже казахстанская молодёжь, которая там живёт, попросила меня встречи. И мы организовали акустический вечер. Помимо общения с зарубежными поклонниками, успел Галымжан и записать свой хит «Акпенбурге» совместно с американскими коллегами, специально для предстоящих концертов. Кстати, теперь Молдоназар будет выступать не один, а с командой. Я сейчас не один. Мы группа, называемся Молдоназар. Решили не менять название, чтобы не запутать слушателей. В группе пять человек. Позже я вас с ними обязательно познакомлю. В тесноте да не в обиде, как говорится. Почему бы не создать группу, если он будет занимать там позицию фронтмена? Всё вполне закономерно. А пока группа Молдоназар развлекала казахстанских слушателей, актриса Айсулу Азимбаева строила планы на творчество Галымжана. Его песни «Алустама», «Хошвол», я думаю, они станут не только хитами, но также будет отражать время. Когда-то мы, наверное, в наши 50 лет будем вспоминать 2010-е и говорить, тогда мы слушали Галымжана. Кто знает, возможно, так и будет. Армия поклонников Молдоназара стремительно растёт. Главное, чтобы теперь слава делилась на группу. Коллектив – это, знаете ли, уже другие правила. Донара Жуманова, Даулет Атабаев, новости ревью. А в то время, как Молдоназар знакомил всех со своей командой, в одном из клубов Алматы прошла вот такая вечеринка. Там не танцевали на столах и не обливались мохито с шампанским. Наоборот, в полумраке все выстроились в ряд и тихонько записывали что-то в телефонах. В эту ночь клаберов учили, как правильно краситься и причесываться летом. Для этих стилистов и визажистов клубный антураж вполне привычен. Однако, в отличие от своего российского коллеги Араика Кристо, в ночных заведениях эти специалисты всё же занимаются делом. Тема тусовки – летние тренды. Ведь именно в это время года каждой девушке хочется выглядеть особенной. К тому же летом и с образами экспериментируют гораздо чаще. Сейчас очень актуальны европейские прически. Волосы должны смотреться легко, никакой тяжести. Наверное, поэтому многие предпочитают носить короткие стрижки. Стилисты журнала Vogue советуют смелым барышням ненадолго распрощаться с распущенными локонами. Тут уж, как говорится, либо отстригаете, либо поднимаете вверх. Компромисс ультрамодный в этом сезоне – обычные косы. Для того, чтобы стрелять глазками, летом не потребуются неоновые тени, говорят специалисты. Свежий и ухоженный вид, и все парни у ваших ног. Этим летом очень модно просто сделать классический французский макияж. Это классический французский макияж. Это заключается в том, что как раз-таки это идеальный тон, не слишком выраженные скулы, это легкая румяна. Все те же эксперты красоты из Vogue натуральность лица предлагают компенсировать яркими цветами в одежде и аксессуарах. При этом визажисты заявляют – сочные ягодные оттенки просто обязаны быть на ваших губах. На губы вы можете наносить все яркое, но так, чтобы в целом ваш образ оставался свежим и не тяжелым для солнечной погоды. Несмотря на многочисленные советы, каждый из экспертов согласен в одном – здоровье – вот самый главный тренд на все времена. Для кожи увлажнение – мать цветения. Ну а для сохранения шикарной шевелюры – волосы необходимо защищать от солнца. Сабина Таргаева, Никита Хасанов, Новости Ревью. На Ашера и его подопечного Джастина Бибера подали в суд за нарушение авторских прав. Цена вопроса – 10 миллионов долларов или два года заключения. Кстати, исты по классике жанра никому неизвестны и совсем не богатые люди. Двое парней из Вирджинии подали в суд на исполнителей еще несколько лет назад. По словам музыкантов, песня звезд «Самбо Риту Лав» очень похожа на их безымянное творение. Однако их иск был отклонен. Служители Фемиды посчитали обвинения необоснованными. Но теперь апелляционная комиссия все же заинтересовалась делом и спорной композицией. Известно, что и Джастину, и Ашеру уже отправлены повестки. Первое слушание запланировано на середину июля. Марая Кэрри сейчас отдыхает от судов и бракоразводного процесса в Италии. Там исполнительница и была замечена в компании нового бойфренда. Ее избранником стал австралийский миллиардер. Влюбленную парочку папарацци удалось запечатлеть в городе Капри. Однако сама Марая радостную информацию пока никак не прокомментировала. Джонни Депп продает особняк. Большое поместье, в котором он был когда-то счастлив с Ванессой Паради, актер оценил в 26 миллионов долларов. Приближенные к Деппу сообщают, что он сам не хотел продавать недвижимость. Однако нынешняя жена Эмбер Хёрд категорически отказалась переступать порог этого дома. В общем, либо скандал, либо многомиллионная сделка. Тем временем Канье Уэст продолжает принимать поздравления. Жена рэпера Ким Кардашьян, признаваясь супругу в любви, раскрыла всему миру пол будущего ребенка. Ты такой замечательный отец для Норт, и ты станешь таким же отличным папой для нашего сына. Анжелина Джоли посетила Турцию. Вместе с дочерью Шайла актриса побывала в лагере беженцев и пообщалась со всеми желающими. После официальных мероприятий многодетная мама отправилась по магазинам. Окруженная множеством людей, Энж совершила ряд покупок, в то время как рядом постоянно находились вооруженные телохранители. Богими делами сейчас занимается Эриана. Исполнительница представила ролик с презентацией собственной благотворительной организации. Компания называется Clara Lionel Foundation в честь бабушки Ри, погибшей от рака. Она была очень заботливой и сильной женщиной. Я хочу быть похожей на нее. Сейчас я хочу позаботиться о тех, кто болен. Я хочу дать им шанс. Надеюсь, это поможет. Стоит отметить, что девушке уже удалось помочь некоторым семьям. Они тоже присутствуют в этом видео. Сейчас же Риана хочет привлечь внимание своих коллег и вывести организацию на более высокий уровень. Сабина Таргаева, Новости Ревью. Поза орла, половина луны или лотоса? Миллионы людей по всему миру практически одновременно приняли нужную позу и отметили таким образом день йоги. Вам сейчас вставать с собакой мордой вниз не нужно. Достаточно просто посмотреть сюжет и вы уже заработаете плюс 10 карме. 21 июня сотни тысяч людей в 117 странах мира замерли в медитации. В прошлом году Организация Объединенных Наций именно эту дату утвердила в качестве Международного Дня Йоги. В Нью-Йорке, например, по всему городу можно было увидеть медитирующих людей. К празднованию Дня Йоги присоединился даже генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Самой оживленной площадкой любителей практики стала Тайм-сквер. Вы не поверите, но мы можем войти в нирвану даже в таком шумном месте. Во Франции связь с окружающим миром йоги налаживали прямо под Эйфелевой башней. Стоит отметить, что сотни туристов прибыли в Париж именно для этого опыта. Многие туристы приехали сюда из-за Эйфелевой башни, ведь некоторые считают ее чем-то вроде антенной между мирами. В странах Азии йога давно стала едва ли не национальным хобби. Многие отмечают благоприятное воздействие на физическое самочувствие. Другие говорят об обретении душевного равновесия. Китай, Таиланд, Япония – все эти страны в едином порыве отпраздновали первый официальный праздник всех йогов планеты. Из всех стран-участниц отличилась Индия. В Нью-Дели на проспекте Раджпатх собралось более 36 тысяч человек. Сообщается, что еще около двух миллионов людей присоединились к празднику в других индийских городах. Благодаря этому было установлено сразу два рекорда Гиннеса. Первый по количеству собравшихся на Раджпатхе, второй по числу представителей различных национальностей. Не остался в стороне и Казахстан. В Алматы также прошли массовые занятия йогой. Сотни любителей этой практики собрались и в Астане. Без дела не сидят. Группа Лашин сняла новый клип. Говорят, декорации, костюмы и, конечно же, музыка никого не оставят равнодушными. Почти как творчество Кешью, с которыми очень часто сравнивают новый проект Баян Есентаевы. Что на этот счет думают сами артистки и музыкальные критики, вы узнаете прямо сейчас. Платье от казахстанского дизайнера, шестикилограммовые украшения и шаманские танцы. Все это кадры из нового видео группы Лашин. Режиссером клипа выступил участник группы Орда Ербулат Дидерихан. Лашин будет создан по образу и подобию Кешью, говорила в своих интервью Баян Есентаева. Вот и сложилось после этого так, что девушек часто сравнивают. Сами участницы Лашин к сравнению относятся спокойно. Рано пока топать ножками и возмущаться на этот счет. У нас один продюсер, думаю, должна быть какая-то схожесть. Тем не менее, рановато пока это делать, сравнивать нас. Нельзя забывать, что у Кешью десятилетняя история, а нам нет даже года. Мы только начали. За ответом мы заглянули к известной музыкальной чите Каражегитовых. Чистый вокал Айкина и хиты Макпалы Сабековой – дело рук семейной пары. Одним словом, кто, как не они, могут сказать, похожи Лашин и Кешью или же нет. Я, допустим, не сказала бы, что Кешью и Лашин – это практически одно и то же. Нет, наверное, по той простой причине, что мы, как вокалисты, в первую очередь отметили тот факт, что голоса другие, тембрально другие. Но если говорить о той агрессии, про которую говорят телеслушатели, телезрители, то ее как раз-таки меньше. По словам композитора Нурлана Каражегитова, в схожих стилях диктует время. Кто платит, тот и заказывает формат. Кешью – они более такой европизированный. Лашин – более восточный. Ну, не такой прямо ярко выраженный восток. Может быть, это время диктует, все коммерциализировалось, все делается как-то на потребу дня и совсем не задумывается о том, что если ты музыкант, ты должен нести культуру в массы. Есть ли все же схожесть в творчестве двух групп с одним предводителем? На этот вопрос наши телезрители получат ответ уже в этот четверг. 25 июня в программе «Ревью» состоится республиканская премьера клипа группы «Лашин» на песню «Ту Ванжер». Не пропустите, сделаем выводы вместе. Донара Жуманова, Даурин Мергалиев, Новости Ревью. Жители Австралии борются с зимой. Купаются при температуре 1 градус выше нуля. Из одежды на отчаянных участниках только плавательные шапочки. Даже фиговых листочков обнаружено не было. Стыдно кому видно. Если это правило на кого-то и распространяется, то только не на них. Как же по-другому отметить день зимнего солнцестояния в южном полушарии? Только так. Покрываясь гусиной кожей и переминаясь ноги на ногу от холода. Низкая температура не напугала австралийских пловцов. Напротив, голые и смешные, они были счастливы таким образом бороться с зимой. Они бы и снег съели, если бы он был. Вы просто ныряете и сразу такой прилив крови. Вода доходила мне до шеи, но я пошел дальше. Освежающе и довольно странно. Даже не знаю, возможно, были и галлюцинации. Несмотря на бодрящий эффект процедуры, во второй раз в воду никто не полез. Возле костра, в теплой одежде, экстремалы продолжили отмечать свой героический поступок. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите нас каждый будний день в 20.30 на НТК. Пока!